Астролинукс операционная система построенная на базе Астролинукс, которая внедряется в Российской Федерации в качестве альтернативы Microsoft Windows в государственных структурах и организациях, обеспечивая степень защиты обрабатываемой информации до уровня государственной тайны особой важности включительно. Само собой включена в единый реестр российских программ Минкомсвязи России и по состоянию на сегодняшний день внедряется как в образовательных, так и в медицинских и других государственных учреждениях, а также в компаниях РЖД, Газпром, Росатом и других. Система работает с ДЭП-пакетами, а в качестве пакетного менеджера используется АПТ. Астролинукс считается официально признанным деривативом дистрибутива Debian. В качестве рабочего окружения Астролинукс использует собственную гибридную разработку рабочего стола Fly, написанного с использованием библиотеки Xtip и набором графических утилит на Qt, разработанных в основном с использованием фреймворка KF5 и PyQt. Основные версии включают в себя Common Edition, вариант дистрибутива предназначенный только для домашнего и персонального использования, но на сегодняшний день частично устаревший. Тем не менее, исходя из официального ответа самой Астролинукс, поддержка будет осуществляться в режиме устранения критических ошибок и уязвимостей, но уже без усовершенствования и обновления функциональных возможностей, доступных Special Edition. Коммерческая версия дистрибутива со встроенными средствами защиты информации, SZE для стабильных и безопасных IT-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной работы с данными любой степени конфиденциальности. С релиза 2021 года 1.7 в Астролинукс Special Edition стали доступны три режима защищенности, базовый под названием «Орел», усиленный «Воронеж» и максимальный «Смоленск». В режиме «Усиленный» доступны механизмы мандатного контроля целостности и замкнутой программной среды, существенно повышающие защиту ОС от взлома, вирусов, захвата полномочий и т.д. Входящая в режим «Усиленный» под система безопасности PARSEC разработана на основе верифицированной модели безопасности управления доступом. В режиме «Максимальный» доступен полный комплект средств защиты информации, включая мандатное управление доступом для локальной и серверной инфраструктуры. Сейчас на экране вы видите описание принципа мандатного управления. Можно поставить на паузу и вникнуть для более лучшего понимания. Таким образом, начиная с режима «Усиленный», интерфейсы средств защиты информации Astra Linux Special Edition существенно сужают поверхность атаки и формируют основной рубеж обороны от вредоносного внешнего воздействия. Именно поэтому Astra признана стандартом импортозамещения в структурах, где это является первостепенной задачей. В сегодняшнем ролике мы рассмотрим самую свежую на данный момент версию Astra Linux Special Edition, которую мне вежливо предоставили для обзора официальные представители самой Astra. Я уже успел ее отдельно протестировать как на своем основном ПК, на отдельном SSD накопителе, так и на ноутбуке. И своими результатами сегодня делюсь с вами. Запасайтесь с дофамином и теплыми напитками, а мы приступаем. Поехали! Переходим к установке. Давайте посмотрим, что у нас получится. Установите из файла. Номер образа у меня, версия образа это 1.7.5.9. По заявлениям Astra самый свеженький. Образ на данный момент. И нам дали его пощупать. Итак, здесь у нас обновленное меню. Можно выбрать язык, русский, английский. Графическая установка и режим восстановления. Если нажмем F2, в параметрах нам доступны вот эти 4 параметра. Переходим в графическую установку и приступаем. Здесь у нас лицензионное соглашение. Конечно же его читаем, конечно же принимаем, жмем продолжить. Далее. В настройках клавиатуры можно выбрать удобное нам сочетание клавиш для смены раскладки языка. Я в последнее время выбираю Caps Lock. Вы выбираете свое. Нажимаем продолжить. Едем дальше. Как мы видим, это типичный установщик Debian. Что было вполне себе очевидно. Поэтому здесь в принципе не должно быть никаких сюрпризов. Происходит загрузка дополнительных компонентов. Имя учетной записи администратора. И вводим пароль. Прошу заметить, что обычный пароль. Там допустим 1, 2, 3. Как и установщик Debian, она здесь не будет позволено сделать. Продолжить. Здесь выбираем свой регион. Я выберу Москва. И дальше мы едем в сторону разметки дисков. У нас здесь доступно три варианта. Авторазметки диска и один ручной. Само собой. Использовать весь диск. Использовать весь диск и настроить LVM. Использовать весь диск с защитным преобразованием LVM. Выбираем Dying пункт. По идее он самый защищенный. И дальше нас спросят, как мы поступим. Будут ли все файлы в одном разделе. То есть корневой каталог и хом не будут разделяться. Либо отдельным хом. По сути последнее время на основном ПК я делаю все совместно. Но по идее, чтобы спасти файлы и конфиги в плане безопасности, лучше отделять конечно же хом. Поэтому давайте здесь отделим. Само собой все данные будут стерты. С диском, на котором мы делаем авторазметку. Конкретно здесь есть помарочка, что для предотвращения утечки мета информации, защитно преобразованного ТОМа, программа установки теперь перезаписывает сам диск. То есть я думаю идет низкоуровневая замена нулями всех секторов. Этот процесс займет немного времени, для вас я перемотаю. На самом деле это можно было отменить, нажав отмена и мы продолжаем с установкой. Ключевая фраза для защитного преобразования. То есть LVM будет зашифрован дополнительно. Паролем. Выбираем пароль. Дополнительно спрашивают, все ли делать так. Да, жмем продолжить. Сначала идет базовая установка системы. Далее нам будет предложено выбрать необходимую версию ядра. Спустя чутка времени. На данном этапе нам будет предложено выбрать необходимую версию ядра. Hardened это дополнительно защищенная версия ядра. Generic это обычное ядро. Нам доступно 5.10, 5.15 и мы выбираем 6.1 Generic. Самое свежее ядро доступное в AstroLinux на данный момент. И ждем завершения установки базовой системы. Итак, после того как была произведена базовая установка системы, нам будет предложено выбрать программное обеспечение и компоненты системы. Графический интерфейс Fly, само собой. Средства работы с интернетом это браузеры. Офисные приложения. Средства с работы с графикой. Там будет GIMP. Насколько я помню, к сожалению, группы нельзя посмотреть. Что входит в средства с работы с графикой? Ну, мультимедиа выбьем. Средства виртуализации. Давайте игры не будем выбирать. Консольные утилиты. Средства для работы с сенсорным экраном нет. Новые средства удаленного подключения по SSH. Да. И жмем продолжить. На вот этом вот ноутбуке, на вот этом вот ноутбуке, который вы видели в начале ролика, уже установлена Astro. Я уже ее донастроил. И думаю, что она поживет там некоторое время. Потому что работает она хорошешно. Ну, не будем забегать вперед. Наконец-то можно войти в систему и посмотреть, что же приготовили для нас разработчики Astro Linux. И что у них есть вкусного под капотом. Погнали! После перезапуска нас встречает обновленное окно входа пользователя. И первично нам необходимо будет ручную ввести именно самого пользователя. Думаю, это связано также с безопасностью. Хотя это не совсем удобно. Нажимаем «Войти». И как мы видим, при максимальном уровне защиты, рабочий стол красного цвета. Перейдем в панель управления. Система. Вход в систему. Вводим наш пароль администратора. Переходим во вкладку «Дополнительно». И здесь автоматически выбирать пользователя. Предыдущий, либо указанный. В моем случае я выбираю «Указанный». Нажимаем «Применить». Перезапускаем сессию. И как мы видим, имя пользователя здесь уже доступно. Для того, чтобы произвести обновление, нам необходимо зайти в терминал. Я уже повесил свой привычный шорткат. Это «Супер плюс Enter». Заодно покажу вам «NeoFetch». Куда же без него. Посмотрим, что у нас имеется. Система здесь уже обновленная. Ядро 6.1.5. 1962 пакета. 11 флэтпаков успел я уже сюда затащить. Да-да. Флэтпаки здесь тоже работают. И «Мезо» у нас 22.3.6. Первым делом нам необходимо раскомментировать нужные строки в Source-листе. Для этого переходим в «CDHTCAPT». Давайте посмотрим, что здесь есть. И вот нам необходим файлик «Sources.list». Вводим наш фароль пользователя. И «Бам». Получаем здесь репозиторий. Самой «Astro Linux». Кстати, по умолчанию будет включен вот этот репозиторий, который говорит, что необходимо проверять дисковод на наличие установочного носителя. И будет выбивать вам ошибку. Поэтому этот момент нужно закомментировать. Я оставил, раз комментируем мне эти две строчки, можно, вероятнее всего, оставить и вот эти две. Далее нажимаем «Ctrl-O». Если вы используете, как я, редактор «Nano», «Enter», «Ctrl-X». И здесь можно произвести, вернее, попытаться посмотреть, есть ли у нас доступные обновления. Пишем «Sudo apt-T», «Sudo apt-Dist-Agrade». Пока в «Суете будней» я делал данный ролик, репозитории «Astro» обновились и нам прилетела порция обновления. Для того, чтобы обновить репозитории, выполняем «Sudo apt-Update». И далее снова повторяем «Ctrl-O», «Sudo apt-Dist-Upgrade». И ждем завершения обновления, после чего перезапускаем наше устройство. И теперь можно репутать наше устройство. Рабочий стол «Fly». Он довольно-таки прикольный, минималистичный и, как вы любите, кушает довольно-таки мало. Поэтому на ноуте он летает отлично просто. Вот почему я хочу оставить, потестировать «Astro Linux» и на этом ноуте тоже. Раскладка рабочего стола довольно-таки классическая. Похожа немного на Windows XP или на Windows 7. Ну, в общем, Windows пользователям она будет довольно-таки привычна. Система полностью локализована, как в меню, так и в панели управления. Нет никаких огрехов с переводом, поэтому все сделано довольно-таки качественно. В первой вкладке нас встречает «Office». И здесь мы имеем полный пакет LibreOffice. Если зайдем, допустим, в текстовой редактор LibreOffice, то нас встречает тема оформления «BRIS», что тоже немаловажно. Далее, во вкладке «Сеть» нас встречает браузеры, мессенджер «Psi», настройка межсетевого экрана и почта «Thunderbird». Из браузера у нас аж три штуки. Это стандартный, типичный для Linux Firefox. Открытый Chromium, то есть не Google Chrome, а прям трушный Chromium. И Chromium Ghost, то есть поддержка Ghost сертификатов. Менеджер «Psi» я не имею никакого представления, для чего он может использоваться. Возможно, это какая-то внутрикорпоративная движуха, основанная на безопасности. Но, как по мне, это что-то, ну, прям инородное. Ну, я могу ошибаться. Напишите в комментариях, если пользуетесь на работе или где-либо «Psi Plus» мессенджером. И вообще, почему это удобно, почему это круто, потому что я не имею действительно ни малейшего представления. Далее, в графике мы имеем просмотр документов Ocular, просмотр изображения GwenView, то есть типичное KDE-шное софтовое окружение. Простой редактор изображения ColorPaint, это, то есть, ну, аналог пейнта. Видно, что это некое такое ориентирование на винтового пользователя. Далее у нас идет из коробки Blender, что немного удивляет. Редактор GIMP, да, хотелось бы видеть здесь криту, но, тем не менее, GIMP, он более такой олдскульный и, возможно, более привычный для многих. Имеем утилиту сканирования, снимки экрана Spectacle, это тоже дефолтное KDE-шное приложение. И InScape, тоже неожиданно для меня. Давайте посмотрим, какой версии Blender здесь. Да, прям LTS, LTS-ный. Что ж, тем не менее, он идет из коробки. Редактор GIMP, посмотрим на версию 2.10. Я даже без понятия сейчас, какая версия GIMP-а. На самом деле, мы можем зайти. А, 2.10.36. Ну, GIMP, вроде бы, достаточно новый, хотя, опять же, я без понятия, как он обновляется. На 2.10.8, а здесь 0.36. Что ж, ну, в целом, вроде бы, достаточно новый. Поэтому, кто пользуется GIMP-ом, будет вам в копилку. Далее, что из привычного здесь у нас есть? Ну, сканирование, снимок, игра на спектакль. Тут все дефолтно. InScape. Давайте посмотрим, какая версия InScape. Ну, тоже довольно-таки старенькая. 1.0.2. 1.3. Это вообще тот софт, который идет из репозиториев по умолчанию с коробки на новом диске, на новом образе, который мне прислали. В Multimedia у нас идет стандартный набор, то есть видеокамера, запись дисков, и вот этот K3B. Не знаю, кто еще записывает диски, нет, но, возможно, если вы записываете диски, то вот прям профит. Приложение для камеры, второе. MediaPlayer VLC. И регулятор громкости Pulse Audio. Переходим в утилиты. Здесь у нас виртуальная клавиатура, записи из ОНУ, контекстный поиск, менеджер файлов MC, что прикольно, он бывает полезен, это классно. Редактор репозиторий, имеем управление ключами и цифровые сертификаты. Далее, в системных, мне очень нравится, что вынесли вверх более популярные пункты, то есть терминал, менеджер файлов, политика безопасности и синаптик. Вот, синаптик это графическая настройка, кстати, над АПТ, над АПТом. Поэтому, если вам не нравится делать через терминал апдейта, как мы делали до этого в ролике, то вот, пожалуйста, переходите в синаптик и обновляйте пакеты здесь, систему пакеты полностью. Удаляйте также пакеты, то есть это прям полноценный такой менеджер пакетов. Конфигурация, то есть можно настроить конфигурацию аудита, это для бородатых этих дяденек, которые лох. Вот, принтеры, проверка целостности системы. Это можно выбрать образ, но это, короче, MD5 суммы. Утилита графическая для сверения MD5 суммы. И я понял. Системный монитор, KDE, старенький. Он выглядит тоже прикольно. Долгое время им пользовался, кстати. Что я не проверял, так это вот виртуальная машина сыпет ошибки, не обращайте внимания, на ноутбуке ни разу не было такого честного слова. Честное слово. Я раскомментирую все и закомментирую только CD-ROM. И давайте все это дело сохраним. Вот это поворот! Спустя чутка времени. Долго. Долго я соображал. Теперь я понял, почему так происходит. Давайте закроем. Нажмем завершить сессию. Как вы видели, то есть, заходя под обычным уровнем пользователя, пользователь ничего не может сделать из того, что может сделать администратор, что и логично. И это добавляет некую безопасность системе дополнительную. Ставим H-top. И вот, 400 метров. Любители замерять ОЗУ. 400 мегабайт. 403 мегабайта занимает он в виртуалке и на реальном железе. То есть, блин, это действительно легковесное решение. Ведь мы же так замеряем легковесность дистрибутива. По файловому менеджеру. По умолчанию я сделал так. Здесь можно списком выводить, таблицей. Наверное, таблицей даже будет удобно. Я выбрал классические значки. И здесь в виде точки входа вместо древа. Потому что по умолчанию идет также древо. Такое я выбрал точки входа. Вот я создал здесь такой файлик. Привет, плафон. Давайте его посмотрим. Он как раз специально сделан в разном регистре. И хочу вот эту штуку проверить. Работает оно или нет. По первым двум уже находится все необходимое. И вот так по Enter можно его открыть. Это обычный текстовой файл. И как вы видите, здесь в качестве текстового редактора. Дефолтного используется CATE 22.12. Панель управления. Панель управления в Астре довольно-таки интересная. Здесь есть на что посмотреть. Шрифты. Соответственно, здесь у нас управление шрифтами системными. Выглядит довольно-таки интересно. Горячие клавиши. Настройка монитора. Цветовая коррекция. Кстати, настройки монитора тоже KDE. Настройки сессии. Оформление флай. Здесь можно выбрать обои. Можно выбрать тему. Можно выбрать темную тему. Что мы сейчас и сделаем. Давайте выберем Астра темная. Применить. Здесь у нас иконки. Можно выбрать стандартные KDE. Можно накатить папирус. Но как по мне, вот Астра флэт выглядит. Ну, прям вот интересно, прикольно. Блокировка. Блокировать экран. Настройки электропитания. Эффекты. Можно отключить полностью все эффекты. Дабы экономить ресурсы машинки. Если в них нет никакой необходимости. Кстати, здесь в декорациях можно выбрать еще. Допустим, даже сделать. Классический XP. Варианты будет прям совсем Windows XP. А? Как тебе такое, Илон Маск? Ты посмотри, какая красота. Блин, я на ноутбук, наверное, поставлю себе именно так. Будет такой некий аналог XP. Сейчас дополню картину. Вот этот логотип можно отключить здесь. Не показывать. Применить. Да. И бам! У нас прям XP-шный такой интерфейс. И думаю, многие, 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 многие очень пользователи офисные именно вряд ли заметят разницу. То есть, вот он заходит, меню наводит, офис, все, сюда, текст, пошел. И начал писать. Все. Остальное по барабану. Линукс это, не Линукс. Флай, не флай. Все равно. Вот. Менеджер файлов есть. Флешечку подкнул. Открыл свой файлик. Пошел. Нужно что-то поискать в интернете. Зашел. Поискал. Посмотрел. Скопировал себе. Все. Блин, это действительно выглядит прикольно. Мне очень нравится. Для того, чтобы ставить флайпак приложение, соответственно, нам необходимо установить сам флайпак. Делается это очень просто. Переходим в терминал. И вводим. После чего устанавливаем репозиторий FlatHub. А теперь пробуем установить любое приложение, доступное на FlatHub. И докачиваем все необходимые библиотеки. Конкретно эти библиотеки пугают всех пользователей. Но на самом деле они общие. И когда у вас много флайпак приложений, то используются одни и те же библиотеки. Поэтому место со временем не разрастается, как думают многие. Все, установка завершена. И смотрим, появилось ли данное приложение в графике, по идее. В графике его не появилось, поэтому нам нужно сделать логаут. Переходим в графика. Пробуем запустить крита. И как мы видим, флайпак приложение запускается. Соответственно, теперь можно поставить все, что угодно. Можно поставить как Telegram. По аналогии с крита пишем. Поиск похожих запросов. Telegram найден. Соглашаемся. И вот. Ставим единичку. Соглашаемся. Докачиваем опять кучу библиотек. Угу. Также можно Telegram собрать из исходников. Если вы любитель по консоли, то можно это сделать вот так. Само собой, по аналогии можно собрать недостающие пакеты. Например, мне нужен был NeoFetch и Inxy. Это консольные утилиты. Собираются они быстро, но просто. Сначала собираем NeoFetch. Команды сейчас вы видите у себя на экране. И также команды для Inxy. Все команды будут, конечно же, в описании к данному видео и в первом закрепленном сообщении. А если ты любитель все держать под рукой и в кармане, то советую подписаться на наш Telegram канал. Там ты найдешь много всякой годной инфы. Начиная от новостей и заканчивая каким-то моим личным опытом. А самое главное, там всегда появляются различного рода анонсы. Поэтому доставай свой смартфон и отсканировав QR-код, быстрее вступай в нашу семью. Ух, какой же вердикт можно вынести со всего этого. Astra это под капотом стабилизированный Debian со своими локальными репозиториями на территории РФ. Собственная разработка рабочего стола Fly. Да, заимствующий библиотеки Qt. Но тем не менее, очень интересное, самобытное и даже легковесное решение. На удивление, лично для меня Fly выглядит очень добротно. Это будто современный стол с нотками олдскульности. Теперь я окончательно разобрался и понимаю, в каком контексте можно и нужно использовать Astra Linux. Да, в базовых репах мало софта. И тут надо только портировать, 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 форкать и снова портировать. Но никто не запрещает поставить те же флетпаки и, как мы видели, это даже работает. Последний раз, когда я решил познакомиться с Астрой, у меня был совершенно другой опыт. Это было просто плохо. И я не знаю, в чем тогда была причина. Может, образ был плохой, а может, сейчас сделали действительно качественный апдейт. Но как ни крути, это работает и это работает хорошо. Под последним роликом я просил оставить комментарии по поводу Astra Linux. И там были как хорошие комментарии, схожие с моим мнением, так и комментарии, которые прям бомбили и горели на весь YouTube. Для себя я не увидел никаких проблем. Система работает, работает стабильно. Ни одну неделю я это тестировал. Не крашится, не сыпет ошибками. Не зависает, не лагает. Чего стоит только экспишная тема. На этом науте у меня была и Windows 7, и Windows 10, и Fedora, и PubOS. Все подлагивало, кроме трех дистрибутивов. Это Simple Linux, Fedora Budge и теперь вот Astra Linux. Видео на YouTube играется, браузер браузерится, документы пишутся, а терминал SSHится. Что еще нужно для жизни? Такие дела. А я желаю вам всем мира и используйте только годные технологии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok